Мы не верим в чудеса. В России не очень сложно сделать бизнес. Товарищ прапорщик, товарищ прапорщик, наш поезд, там сходит рельс, сделайте что-нибудь. Поезд стой раз-два. Все новости, которые вы получаете после принятия инвестиционного решения, они все плохие всегда. У меня нет никакого существенного хобби. В будущем почти все ценные бумаги и, возможно, большая часть фиатных денег придут в криту. Продолжение следует... Я Андрей Мовчан и в этом цикле передач я приглашаю в свою программу успешных людей, которые разговаривают со мной о инвестициях, о капитале, о том, как капитал создается, о том, как он тратится, о том, как они относятся к доходам и убыткам, о том, как они смотрят свое будущее и как они будут расходовать свои деньги, когда они перестанут активно работать. А для вас эти передачи могут быть полны бесплатных советов, которые дают богатые и успешные люди относительно того, как деньги зарабатывать и как их тратить. Сегодня об инвестициях мы будем разговаривать с Романом Торценко, председателем Совета директоров корпорации АИОН, в которую входят и предприятия в производство удобрений, и недвижимость, и речные пароходства, и компании, обслуживающие аэропорты. Роман только что в разговоре со мной назвал себя индустриальным предпринимателем, а не инвестором. Я позволю себе не согласиться с этим определением. Индустриальный предприниматель-инвестор в первую очередь. Он не только инвестирует в компанию, он еще и управляет компаниями, он делает эти компании более успешными и более эффективными, ну или случается менее успешными и менее эффективными. О таких вещах мы тоже будем говорить. Роман, добрый день. Спасибо, что согласились прийти и поговорить с нами. Все-таки кроме индустриальных инвесторов, как бы вы могли описать свое кредо как предпринимателя, как инвестора, как человека в бизнесе? Мы ищем крупные предприятия, которые в силу разных обстоятельств оказались в тяжелой ситуации и требуют изменения концепции бизнеса или продаж, или инвестиций. Мы становимся инвесторами в таких предприятиях, в дальнейшем осуществляем трансформацию. Там, где есть возможность, ведем секторальную или отраслевую консолидацию, то есть собирая крупную компанию. Нам интересны те сектора и те компании, которые имеют возможность стать одним из лидеров в отрасли. То есть если мы видим, что компания может стать, войти там в топ-3 в своем сегменте, стать крупным национальным игроком, мы беремся за это. А если нет, нет, мы не беремся. Для вас это спорт, вы хотите сделать национальных чемпионов, мировых чемпионов, вы оцениваете свою деятельность по тому, что произошло с компанией, или это деньги? Вы считаете, сколько вы на этом зарабатываете? Что первично? Первично, конечно, это спорт, но это тот спорт, где результат меряется деньгами, и где деньги являются ресурсом, необходимым для осуществления всех этих изменений и трансформаций. То есть если вы говорите, что деньги вам все равно, то вы относитесь безответственно в этом случае к подсчету ресурсов. В этом случае никакая трансформация невозможна. Поэтому первично это спорт, но это спорт, в котором многое меряется деньгами. Насколько вы специализируетесь? То, что я вижу, что корпорации инвестируют в разные индустрии. Что общего между удобрениями и управлением аэропортами? У вас есть конвенциональные области, как недвижимость, например. Понятно, крупные корпорации в нее обычно заходят. Но вот в остальном, насколько вы считаете, что все-таки нужно быть профессионалом индустрии? То есть вы инвестируете глубоко в один бизнес, или они как-то связаны между собой, или это скорее очень широкий подход, и вы думаете, что управление везде одинаково, и вы можете прилагать свои усилия везде, где складывается ситуация? Андрей, знаете, мы не можем быть хороши везде. У нас есть своя специализация. Мы группа, которая осуществляет тяжелые инфраструктурные проекты. И те, которые имеют окупаемость за 7-8 лет, 12 лет, с большим порогом входа. Почему? Потому что мы считаем, что мы специалисты в катекс-деливере. То есть мы понимаем, как посчитать правильно вложения в основные фонды, и как сделать так, чтобы проект, который через 5-7-8 лет начнет генерить положительный денежный поток, он окупился. У нас нет задачи сделать проект и потерять на нем капитал. У нас есть задача делать каждый раз более масштабные, сложные проекты, но успешные, в конце концов. То есть, знаете, это как вариант того, что вы должны запустить ракету на Луну. То есть в этом случае вы должны хорошо подготовиться, вы должны рассчитать ресурсы, вы должны иметь проект, и в конце концов вы сделаете запуск. Но в момент, когда вы нажали кнопку, и она полетела, вы не можете ничего уже поменять. То есть если вы ошиблись, даже на несколько градусов, то это на несколько процентов, или на несколько месяцев с вводом, допустим, индустриальных активов в эксплуатацию, это может привести к тому, что просто ракета прилетит мимо Луны или разобьется. То есть мы специалисты в этом, в сложном бизнес-проектировании. При этом не так важно, это транспорт, это химия или это, например, мусорное строение. Это важно, потому что каждый раз требуется набрать индустриальную экспертизу в какой-то конкретной отрасли. И мы идем в отрасли только в том случае, если у нас есть уверенность, что команда профессионалов, которые есть рядом с нами, она к высокому уровню, она может такой проект потянуть. И наоборот, если мы видим, что у нас успешный проект в отрасли, и нам удалось сформировать команду профессионалов сильную, то мы можем добавлять, еще искать отраслевые проекты в это. Допустим, в случае с химией, мы удалось собрать очень профессиональную и деятельную команду на Кемеровском азоте. Это хорошая инженерная школа, очень трудолюбивые, аккуратные люди, которые любое предположение инженерное детально просчитывают заранее. На такие возможности человеческие можно в дальнейшем нанизывать любые другие проекты в химии, что сейчас по факту происходит. То есть мы, наверное, сперва идем от общей концепции, потом формируем команду людей, и потом уже под команду людей мы в дальнейшем подбираем какие-то конкретные проекты. Насколько вы готовы это делегировать? Есть команда, которая занимается химией. Вы набрали хороших людей, они делают вам хороший проект. Дальше, если кто-то из них, скажем, приносит новый проект в химии и говорит, дайте нам средства, мы сделаем. Насколько вы будете увлечены? Насколько и когда вы готовы вообще отдавать контроль за управлением в руки профессионалов? Если идет разговор о крупном проекте, требующем крупных инвестиций, то мы, я лично, сильно погружаемся в это. То есть это идет разговор о десятках рабочих часов, которые требуются потратить на то, чтобы кропотливо проект изучить. То есть мы не верим в чудеса. Мы считаем, что их нет. Мы считаем, что любой успех это правильный расчет ресурсов, времени и подбор команды, которую проект может сделать. Поэтому мы очень приветствуем, когда кто-то приносит нам проекты снизу, с тех предприятий, которыми мы занимаемся. Мы очень внимательно их рассчитываем, считаем. И много раз мы видели, когда идея, которая возникла условно говоря в исполнительском уровне, она оказалась очень прогрессивной и очень перспективной для нас. И мы ее потом осуществили в дальнейшем. Тем не менее, при этом вы оставляете за собой решение, контроль, вы следите за бизнесом. То есть в каком-то смысле количество бизнесов у вас ограничено. Это так, конечно, время уже ограничено. И в этом плане моя работа, она достаточно простая. Я делаю всего лишь две вещи. Я рассчитываю вероятность наступления того-либо нового события по бизнес-плану и подбираю подходящих людей для исполнения проекта. У меня две задачи. Но я должен не лениться. Я должен, как раковина, которая через себя фильтрует тонны воды для того, чтобы то, что нужно оставить внутри и соревновать жемчужину решения. То есть я должен отфильтровать кучу бизнес-проектов, прочитать большое количество технической литературы и пересмотреть массу людей для того, чтобы понять, кто из них подходит. По поводу географической диверсификации. Здесь так же, как и в остальном, это оппортунистический подход? Или вы для себя определились, что вы работаете, скажем, в русскоязычном пространстве? Или как-то еще? В общем и целом мы работаем в СНГ. И мы считаем, что наши конкурентные преимущества особенно ярко могут проявиться и на этой территории, потому что чувствуется недостаток капитала, сложно сделать крупные масштабные проекты и мы не видим большой конкуренции. Когда ты начинаешь крупный проект, мы видим, что еще 10 человек вокруг нас толкаются и пытаются его сделать, потому что просто не хватает денег, не хватает капитала на территории. То есть многое еще можно сделать, инвестировать. Если такая географическая идентификация, то сразу возникает вопрос. В России вообще очень мало бизнеса и ПВП не растет. Плохо с законодательством, плохо с рисками. У вас есть какой-то секрет? Если мы с вами же серьезно разговариваем, то есть у нас же нет задачи, то есть ваше издание, оно же профессиональное, у нас нет задачи удивить какую-то публику и обывателей, то первое, во-первых, экономика в России растет очень небольшими темпами, то есть пусть это в районе процента или полутора, мы можем сами устроить дискуссию, правильно ли считается статистика с учетом расчета амортизации, ну и так далее. То есть, первое, мы видим какой-то рост. Раз. Второе, в России не очень сложно сделать бизнес. То есть на сегодняшний день легко зарегистрировать предприятие, достаточно легко начать этот бизнес. И думаю, что в большинстве мест и территорий вы не столкнетесь на этом этапе с проблемами. А вот с чем возникает проблема? Недостаток капитала, недостаток компетенций профессионалов, людей, которые вы не можете найти ни на аутсорсинге, ни привлечь в инхаус. И вот в этом проблема, то есть проблема вся в том, что масса бизнеса, который нужно сделать в стране, для него просто не хватает денег. Вот. И потому что пенсионные фонды до сих пор не сформированы. Раз. Те пяток крупных банков, которые остались, имеют ограниченное количество пассивов, которые они могут потратить на крупные проекты. Два. Ставка заимствования очень высокая. То есть масса проектов, тяжелых, инфраструктурных, они имеют низкую доходность. То есть они просто не летают с точки зрения стоимости заимствования. Три. Очень многие проекты, они же взаимоувязаны. Вы придумали построить горно-обогатительную фабрику, это здорово. Но в том районе, где вы должны ее построить, допустим, нет электричества, или нет транспортной инфраструктуры, значит, вы должны построить уже электростанцию, обеспечить ее топливом, построить транспортный хаб. И в результате из вашего простого проекта строительства, допустим, горно-обогатительной фабрики, это вырастает в огромный проект комплексного развития территории. Поэтому сложности немножко другого характера. И, знаете, это такие сложности, которые невозможно, во-первых, решить за один день, и они не решаются легко, административно, с загнодательным путем. Мне вот рассуждение о том, что вот надо будет с инвестициями, чтобы было полегче в России, мне напоминает, помню, старый анекдот, товарищ с прапочкой, товарищ с прапочкой, наш поезд там сходит рельс, сделайте что-нибудь, там поезд стой, раз-два. Ну, то есть невозможно найти легкое решение в такой тяжелой задаче. Страна живет при рыночных отношениях 25-27 лет. Это очень мало. То есть в стране мало национального капитала, в стране мало профессионалов, в стране мало консультантов, специализированных по различным отраслям. Очень нужно много сделать для инфраструктуры. Но вот это основные проблемы. А не то, что, знаете, у вас там обижают, и у вас там кто-то что-то отнимает. Наверное, и это тоже есть. Но не это главное. Как вы видите развитие этого лет на 10-15? Я так понимаю, что вы через 10-15 лет будете продолжать работать, судя по тому, как вы строите свой бизнес. Как это должно измениться? Какие у вас ожидания? Я считаю, что еще 10-15 или 20 лет устойчивого, спокойного развития в России приводит в то, что мы будем иметь с вами другую страну. Другую по уровню жизни, по объему ВВП на душу населения, по развитности инфраструктуры, по качеству жизни. Просто другую страну. То есть задача, чтобы было вот этих 15-20 лет спокойного развития. И тут мало что поменялось со времен Столыпина, когда он сказал, дайте нам 20 лет мира и спокойного развития, и вы России не узнаете. То есть вот то же самое. Ведь, конечно, всем хотелось, чтобы что-то происходило быстрее. Но если вы вспомните Россию 20 лет назад, это же была другая страна, чем сегодня. Вот если будет еще одно такое же изменение, еще один такой же рывок на следующие 20 лет, то мы будем иметь серьезнейшего мирового игрока в массе секторов, устойчивого развивающегося, крупную экономику, 146 миллионов человек, это много, входящую в восьмерку экономик мира. Вот чего хотелось бы. То есть хотелось бы быть частью вот этого большого замысла и вот этого вот очень, очень масштабных, очень масштабных изменений, которые будут. Можно ли вспомнить что-то, что вы бы назвали самой удачной инвестицией? Вы знаете, наверное, нет. То есть вот того, что инвестировал и потом поразился тем, что оказалось в 10 раз лучше, чем ты предполагал, такого я что-то не вспомнил. То есть обычно все новости, которые вы получаете после принятия инвестиционного решения, они все плохие всегда. То есть вы всегда потом увидите только ухудшение собственных ожиданий. Я не помню, что, знаете, оказалось, что там был где-то сундук с золотом. Тогда наоборот, наверное, можно вспомнить самую плохую инвестицию. Да, вот такой был. Мы один раз занимались, это наш был один из многочисленных опытов по консолидации индустриальных активов в Европе. И мы занимались в Северной Германии инвестиционным проектом. И он оказался крайне неудачным. Хотя нам все казалось, что мы все учли. И выяснилось, что есть целый ряд экономических реалий и материй, существования которых мы даже не подразумевали. То есть для нас это стало таким уроком, что нужно каждый раз заниматься тем, чем ты досконально хорошо знаешь, и не заниматься экстраполяциями своего бизнес-опыта с одной территории на другую. Интересно, у вас же очень много было инвестиций и достаточно разных. И подходы менялись, и игроки, с которыми вы работали, менялись, условия менялись. Что за человеческое внутри этого мира? Какие-то истории, связанные с дружбой или с враждой, с предательством или наоборот с благородством? Насколько вообще вот эта тема сухая? Я сам инвестор, я знаю, насколько она сухая тема инвестиций. Насколько она включает для вас в себя человеческие проявления? Андрей, знаете, я должен сразу сделать дисклеймер, что я все-таки я индустриальный предприниматель, поэтому, в случае с классическими инвесторами в портфеле ценных бумаг, это все очень сухо, наверное, я не знаю, но... Достаточно. Да, но если мы говорим об инвестиционных проектов и какой-то индустриальной логике, то это невероятно не сухо. То есть каждый раз вы видите реального человека с реальным мобильным телефоном, планами, ошибками, фобиями, представлениями о справедливости или будущем, и вы вынуждены с этим работать, взаимодействовать. И это интереснейшая, может быть, самая интересная часть этого процесса, поскольку это как, знаете, road movie. То есть вы по пути исследования и занятия бизнесом и жизнью вы встречаетесь с разными людьми и вы имеете возможность посмотреть, какие концепции осуществляют в человеческом плане и в бизнес плане. Чему ты учишься, какие-то люди тебя удивляют положительные, иногда отрицательные. Поэтому это очень персонифицированный, очень интересный бизнес, построенный по сути весь на индивидуальных особенностях предпринимателей. А может ли дружба для вас быть основана на бизнесе? Говорят, что лучше бизнес основанный на дружбе, чем наоборот, но вот в вашем случае, ваша история. Вы знаете, у меня есть несколько примеров, когда начав бизнес и встретившись на каком-то проекте с инвестором, с человеком потом дружили много лет. Но это происходит не по причине успешности или неуспешности проекта или количества денежных средств вложенных, а в том, что в этом человеке есть что-то, что вызывает какой-то положительный резонанс и отклик в тебе. Поэтому из таких примеров я могу привести пример Александра Клячина группы Азимут и невероятно тонкого, профессионального, умного человека с которыми у нас было прецедент введения многих проектов совместных и сейчас их нет, но мы дружим и мне Саша очень симпатично, я многому у него учусь. Есть еще целый ряд людей, которые меня радуют, я вижу, что они в бизнесе делают и восхищаюсь этим. Интересно, а семья, как позиционируется ваша семья в ваших инвестициях, она рядом, она отдельно, вы разделяете эти две вещи, семью и бизнес? У меня нет никакого существенного хобби, кроме бизнеса, то есть я не пропадаю на рыбалке, не езжу на охоту, не прыгаю с парашютом, я путешествую в основном с семьей или с семьей и с друзьями, читаю книжки, хожу в театр по музеям и, пожалуй, все. То есть бизнес составляет для меня основную форму моей занятости и на него я трачу большее количество сил, времени, то есть для меня это образ жизни, другими словами. И семья во все это интегрирована, поскольку они же видят меня каждый день то, чем я занимаюсь, какие решения я принимаю, у нас есть обсуждения, иногда я спрашиваю советы, иногда жена или дети спрашивают, а почему я пришел к какому-то решению, и происходит живое обсуждение всего этого, поэтому для меня нет такого, знаете, что семья где-то отдельно, а бизнес отдельно, это же жизнь, она вся связана. Вы сказали, что вы инвестируете для дохода, для того, чтобы что-нибудь улучшить в стране, в мире, создать что-то новое, а есть у вас инвестиции для себя, скажем, для удовольствия, или наоборот от страха, как некоторые инвестируют в ресерч по продлению жизни, потому что в общем хотят жить дольше. у меня есть инвестиция кстати в медицину, связана была с семейными обстоятельствами и я считаю, что это нормально, когда вы столкнувшись с какой-то ситуацией, допустим, со здоровьем родителей, вы должны реагировать на это. То есть у вас есть первый вариант, можно сказать, что цель ничего нельзя сделать. Окей, тоже возможен ответ. Но если вы каждый день ваша работа состоит в том, что вы находите очень сложное решение, сложных интегральных уравнений, которые для многих решения не имеют, то почему вам не попробовать? То есть во всяком случае вы можете попытаться и какую-то часть своего времени, силы, денег потратить на это. Поэтому я как из индивидуальных инвестиций я вложил вложение в очень сложную биохимическую концепцию, так называемую обратный белковый приказ VNT-эффект, который по сути это межклеточный приказ по формированию нового вида ткани. Если концепция получит свое подтверждение, то конечно это некое революционное событие в фармакологии и в медицине. Если нет, то во всяком случае я попытался, я не прошел мимо этого и я сделал все возможное для того, чтобы в этом отношении жизни могу улучшить. Интересно, а вот кроме основного инвестирования в деятельности по развитию создания таких бизнесов, у вас есть какие-то отложенные средства, ликвидные инвестиции, что-то консервативное или наоборот что-то очень агрессивное, что вы просто пробуете на удачу там, где ваша роль меньше? Какие-то отдельные части вашего мейнстрима? Какая-то часть денежных средств есть размещенные в виде облигаций, имеющие фиксированный доход, но по сравнению с масштабом моего бизнеса средства несущественные, то есть большую часть денежных средств я вкладываю в свой собственный бизнес, потому что если ты сам в свой бизнес не веришь, кто в него должен поверить? Я в него верю, я имею доходность своего бизнеса существенно выше рыночного. Я не ожидаю, что кто-то мне предложит высокую доходность в понятном бизнесе, в котором я буду также погруженный понимать концепции, которые люди осуществляют, как в моем собственном. У меня таких иллюзий нет, поэтому есть периоды, когда свободные денежные средства вкладываются, допустим, в депозиты или в облигации с коротким периодом погашения, но это не правило, это просто временное решение. Вы как-то говорили, что у криптовалют есть большое будущее, даже думали про то, как в России можно создавать рынок криптовалют и легализовать в каком-то смысле. Насколько вы занимаетесь этой темой или это была общая идея? Первое, это общая идея. Мы смотрели проект создания платформы для расчетов в криптовалютах и вообще в криптоинструментах. Центральный Банк России эту идею не поддержал и мы решили дальше не двигаться, потому что мы не можем сделать что-то стандартное или незаконное. Мы большая группа, если было бы решение о том, что окей, надо сделать площадку и попробовать это, то что с моей точки к зене было правильным решением. Я считаю, что в будущем почти все ценные бумаги и возможно большая часть фиатных денег перейдут в крипту. Я не говорю про биткоины и прочие вещи, которые существуют сейчас. С моей точки зрения это очень искусственные образования, которые в конце концов их не будет. Их стоимость будет близка к нулю. Допустим, я уверен, что в дальнейшем все акции будут иметь блок криптошифрования. И вы будете понимать физическую историю акции по передаче ее в каждой транзакции от одного собственника к другому. Это будет очень быстро. Я думаю, что мы увидим с вами это через в течение пяти лет с настоящего момента. Это значит, что каждая акция и ценные бумага будет существовать в криптоформе. И возникает вопрос, окей, а мы как национальная экономика, мы накопили опыт работы с этими формами. у нас есть клининговая площадка, которая может осуществлять их учет. А у нас есть судейские составы, которые, допустим, могут определить, было ли нарушение прав по договору. У нас есть, допустим, эксперты суда, которые могут выступить от себя и дать квалифицированное заключение по каким-либо обстоятельствам или рискам, возникшим во всем этом. Выясняется, что нет. А что это такое? Святое место пусто не бывает. Если у нас этого нет, значит, есть у кого-то. Все эти вопросы будут, в конце концов, адресованы на другую территорию. И возникнет, я не знаю, что там, Япония или Корея или какая-то территория, которая возьмет на себя решение наших российских вопросов в отношении расчетов в криптоинструментах. Поэтому, чем раньше мы озаботимся этим и создадим собственную национальную инфраструктуру для этого, тем будет лучше. Когда вы занимались инвестированием, когда вы развивали свой бизнес, вы же наверняка смотрели на кого-то или на что-то. Какие-то примеры, какие-то образы, какие-то технологии, какие-то правила. Есть ли несколько фамилий, скажем, людей, которые оказались вам специалистами, лидерами, у которых вы учились, переосмыслили со временем это как-то? Насколько сейчас вы видите вокруг себя людей, с кого стоит брать пример? На раннем этапе меня вдохновлял пример таких инвестиционных фондов, как KKR. Это была смелость, были яркие концепции, консолидационные. потом мне стал ближе по-человечески ближе подход Уорона Баффета с простой мыслью о том, что надо вкладывать только в то, что ты реально понимаешь или можешь осознать. Все остальное является просто хаотичным разбрасыванием денежных средств, которое может, конечно, закончиться успехом, но, скорее всего, нет. Если говорить о тех концепциях на российском рынке, которые мне были очень симпатичны, мне, допустим, мне очень нравится концепция Владимира Лисина, который очень последовательно инвестирует в узкое секторальное направление, в этом профессионально разбирается до болтов и создает новую компанию с новыми видами продуктов. Это очень, мне кажется, симпатичный подход. Мне нравится подход Алишера Брухановича Усманова, который иной, но я бы сказал, что он внутри очень мудрый подход. И то, что он делает, конечно, внешнему наблюдателю может показаться удачей, но ведь это удачей не является. Мы же понимаем, что и когда мы видим такой трек-рек успешных проектов, это значит, что это просто фундаментально верный подход. Это очень интересно. Поэтому примеров положительных много. Мы, собственно, делаем эти интервью для того, чтобы зрители могли чему-то научиться. Слушатели, читатели, те, кто будет смотреть, слушать и читать. Можете ли что-то сказать для них? Как инвестировать? Какие выводы для себя сделали? Для них не таких успешных и богатых людей, а просто инвесторов на этом рынке? Чтобы они могли почерпнуть для себя из вашего опыта? Первое, наверное, знаете, больше верьте в свою страну. Потому что любые паники или какие-то апокалипсические настроения, которые у кого-то бывают и распространяются, они же очень неглубокие по своей сути. Мы можем представить, что завтра мы пойдем к карте и увидим, что там нет России, а вместо нее голубой океан. Она ушла под воду. Такого же быть не может. Одно из лидирующих мест по количеству сырья в мире. Это фундаментально очень сильные предпосылки для инвестиций. Это правильные предпосылки. Это первое. Второе, повторюсь здесь мысль Баффета о том, что инвестируйте в то, что вы можете понять. Потратьте какое-то время на это. Почитайте доступные статьи, съездите на конференции, посвященные этому, посетите выставки. Если какой-то сектор вас заинтересовал, потратите немного времени для осознания, что в нем происходит. И вы будете делать уже не слепые шаги и какие-то глупые предположения, вы уже более-менее начнете ориентироваться. Ну и последнее, есть очень простой способ в чем-то стать лучшим. В инвестициях, в индустриальных трансформациях, в чем хотите. Выберите что-то и тратите на это каждый день пять часов времени. Всего лишь пять, надо пятнадцать, надо и бросить своих детей. Не надо, пять часов. И суббота, воскресенье не работайте, то есть проведите это с детьми и с друзьями это время. Но если вы будете на какое-то конкретное дело, которое вы осваиваете, тратите пять часов в день, то очень спокойно и незаметно. Вы примерно за допустим пять-семь лет из лучших специалистов в этом направлении. Кажется, что не может быть. Да нет, это вот так. В России очень маленькая конкуренция. И любой человек, который прикладывает системные усилия к чему-то последовательно, в конце концов добивается успеха. Если ваш сын будет спрашивать вас, стоит ли ему заниматься тем же, чем занимаетесь вы, или лучше заняться чем-то другим, что будет ему ответить? У меня два сына, и они меня спрашивали, задавая подобные вопросы. Мой ответ звучал следующим образом, что вы должны заниматься тем, что вас лично трогает, что лично вас оставляет неравнодушным. Потому что провести единственную жизнь, которая у вас есть, следуя чужим-то концепциям и решениям, это просто глупо. То есть, это такая удача огромная, такой подарок. Есть, допустим, 80-90 лет своей жизни. Потрать ее, как тебе бы хотелось. Найди ответы на те вопросы, которые тебя интересуют. И не думай, кто от тебя что ожидает. Потому что это может тебя привести к неправильным результатам. поэтому пусть они делают то, что им интересно. Но дело это будет искренне, последовательное, трудолюбивое. Потратят на это силы время и попытаются стать лучшими. Вы наверняка пока не думаете о наследственной передаче дел. Долго и много будете работать. Но тем не менее, на будущее как вы в перспективе 40-50 лет видите, что будет с вашим бизнесом? Я думаю, что я буду я не верю в то, что я могу поменять специальность. Я буду заниматься предпринимательством, осуществляя крупные инвестиционные и трансформационные проекты в отношении крупных предприятий. То есть это будет надеюсь моей работой до тех пор пока позволит здоровье. А думаете ли вы кто это будет делать когда вы захотите отойти от дела? Ну а вот музыкант играет музыку? Кто будет играть музыку когда он станет старым? Ну какие-то другие музыканты будут играть музыку которым это интересно. Как они будут играть? Ну в меру собственных сил, таланта, интереса. Какую музыку они будут играть? Такой как будет интересно публике в тот момент? К этому надо относиться здраво не через деньги и какие-то внешние вещи, а через время. Просто в каждом время есть свои задачи. За все 40 минут нашего интервью Роман Троценко ни разу не употребил этого выражения. Но все о чем мы говорили это механика управления хорошим успешным и эффективным private equity фондом. То, что Роману удалось создать это один из лучших фондов в мире и уж точно в России. Эти инвестиции сделаны очень точно. Эта система управления подобрана так, как это делают лучшие организации. И не даром Ки Киар был упомянут своим Романом как пример. Действительно в странах, в которых рынки еще не так сильно развиты, в которых есть дефициты кадров и денег и возможностей private equity фонды выигрывают за счет своего высокого профессионализма тогда, когда этот профессионализм удается создать, тогда, когда этой эффективности удается достичь. Большому сожалению попасть инвесторам в такой фонд очень сложно. Роман об этом открыто говорит, он не берет партнеров, он работает сам со своими деньгами, потому что денег всегда больше, чем возможностей, чем ресурсов для того, чтобы эти деньги освоить. Можно смотреть на мировой опыт, можно пытаться попасть в более молодые фонды в более крупных странах, которые еще набирают капитал. Наверняка и в России будут развиваться и новые фонды, и вполне возможно, что и сам Роман Троценко когда-нибудь дойдет до уровня, когда ему придется привлекать сторонних инвесторов и даже делать его компанию фонд публичными. Тогда можно будет подумать о том, чтобы в эти акции, в эту компанию заходить. Спасибо, с вами был Андрей Мовчан и Роман Троценко. Роман Троценко. Ciao, субтитры Алексею Дубровскому! Пока! Субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...